Кошмар, конечно, погодка, но такое случается, да, я посмотрю, что лет через 15 будет, когда типа что-то начнет, ну ладно, мы сегодня не про это говорим, естественно, но и в эту кошмарную погодку, извините, ради микрофона это не будет, потому что вы представляете, да, как он задует, так и все. То есть сегодня мы о чем говорим? Мы сегодня говорим о вашем ремонте, самом дешевом, недорогом и качественном ремонте, который вы можете сделать легко и просто, и даже никого привлекать не надо. Почему это делается? Потому что вы можете купить все здесь, в электросиле. Мы, конечно, ничего не будем говорить. Здесь на вокзальной очень много различных примочек и прибамбасов, где везде и всюду вам все это дело продают. Но мы сегодня говорим об электросиле по одной простой причине. Нам это дело нравится, может быть оно понравится и вам. И наш разговор о ремонте. Ремонте электричества в квартире или доме. С своими силами. Да, конечно, это не разговор для большей части девушек. У них там вышивание, много чего другого. Большая тема это мужики. Что в этом сложного, проложить провод или, имея электричество, запаять его? Я так понимаю, большая часть мужиков это может сделать. И наш разговор мы будем вести вместе с электросилой на вокзальной 5. Так вот ведь засада, да? Вы купили себе квартиру. В квартире у вас наверняка есть электричество. Но оно было. Или было очень-очень давно. То есть мы сейчас будем говорить, какие квартиры вам сдаются. Как правило, везде... Меди там нет, поверьте мне. Там совсем другой материальчик, да? И по сути событий, вы можете медную проводку сделать в другой полосе. Для этого вам необходимо будет что? Ну, наверное, все-таки необходимо будет болгарка. Вот на нее ставите что-то крутое, и это делается быстро. Поверьте мне, даже в тех делах, где у вас, допустим, дом создан из монолитных стен, да? В любом случае, по периметру, там, где панели собраны, вы с этого сможете сделать легко и быстро. Уже потом спокойненько ставить. Вот, мы говорим о замечательных проводах, которые здесь есть в огромном ассортименте и в наличии. Так, проходите за мной, пожалуйста. Работа идет, работа идет, работа двигается, представляете, да? И не просто так прихожу, а, к сожалению, и меня тоже двигают. Другого варианта нет. То есть, вот, замечательный. Все-все-все разные-разные. Правда, мы себе берем что-то сильно недорогое. Ну, я так понимаю, что, в принципе, ну, допустим, 2 на 1,5. Вторая, этого, в принципе, достаточно, тоже будет неплохо. Есть еще и что-нибудь покрупнее, да. Этого хватает. То бишь, цена вопроса, если мы говорим что-то крутое, вот, допустим, 2 на 4, грубо говоря, 48 метров за, 48 рублей за квадратный метр. В принципе, все это можете сделать, аккуратненько уложив, и все. Дальнейший вопрос, что вы будете делать, естественно, я бы рекомендовал подпаяться. Сейчас еще дальше вот сюда объясню, где вы можете подпаяться, это все вообще красиво делается. Но если у вас какие-то другие вопросы, да, а вы бы хотели электричество-то экономить, а поворачиваемся в другую сторону. И здесь есть электрические светодиодные штучки. Электрические светодиодные штучки. Уж на моем примере я вам сейчас объясняю. То бишь, когда я их купил, электричество стало в разы для меня дешевле. По одной простой причине. Потому что это светодиоды. Вы понимаете, да? И светодиоды, они работают гораздо дольше, чем обыкновенные лампочки. Это 100%, поверьте мне. Ты знаешь, когда мне говорят про другое удовольствие, то есть пережим. Я говорю, ребятки, все-таки лучше, как бы, да, все это вы пропаяете. Да, вопросов нет, что медь паяется легко и просто. Никаких вот тараканов нет. Другой вариант. А вот для других вариантов здесь то же самое есть. Так что, в принципе, и дюралюминий вы тоже можете спаять. Ну, чтобы зажимов не было. И вот так вы спаяли все это дело. Ну, я так понимаю, что не каждый может взять себе паяльный. Но каждый может понять, как это делается. Ничего сложного нет. В крайнем случае, есть такая штука под названием нечуп. Посмотрите и спаяйте. Все, что нужно для того, чтобы у вас все дело паялось, есть в действительности здесь. Все это стоит, естественно, недорого. И вот у вас уже все настолько красиво, что это столько просто залепить все это дело, ну, шпаклевкой. И, в принципе, затерев все это дело, дальше ставить обыкновенные обои. Другого варианта я не вижу. Так мне и хочется еще в одной квартире евроремонт сделать. Да, потому что где я нахожусь? Я нахожусь в электросирии по улице Вокзальной 5. К сожалению, этого не было. Уж поверьте мне, когда я последний свой евроремонт заканчивал 7 лет назад, чуть больше это дело было, не было таких примочек классных, реальные штуки, которые вы можете поставить. То есть, либо это вот под дуб, ну, красиво, реально, либо все остальное, тоже круто, реально круто. Вот теперь мы переговорим о вашем ремонте, естественно. То есть, есть два варианта. Очень глубоко, и для этого нужен будет перфоратор. Когда вы хотите все это дело вовнутрь укрепить, потому что, ну, не всегда же вы сможете все это сделать по стандартным местам, где ваши бытовые приборы ранее находились. Нет. Иногда просто, ну, представляете, где-то вот посередине стоит, а вам не хочется, да? Есть два варианта. Есть вот этот дивный перфоратор, вы будете долбиться, а потом дальше заделаете. А есть нет. То есть, вы можете взять такую штуку, которая становится сверху. Вот сверху ставите спокойненько. Два дюбель-гвоздя крутили, и все. Уж не надо никуда лезть. Ну, и посмотрите, сколько здесь красивых, замечательных вещей. Итак, вот с проводкой мы разобрались, да? То есть, положили все. Дай бог, мы положили все медное. Поверьте мне, медь служит гораздо дольше. Раньше почему-то и не было, хотя, в принципе, медные штуки были везде. Ну, помните, да? Велосипеды. Опутанные. Кстати, кое-кто это и не помнит. Кому сейчас уже 20 лет. Ну, вот 20 лет человеку, он тоже должен понимать, что, извините, но не каждый готов полностью вас финансировать. В некотором случае все придется делать и самому. Как это делать дешево, так вот мы зашли в то самое подразделение электросила, что на вокзале на 5. Вот. Заходим в другое место, да? То есть, нам что нужно? Нам нужны счетчики. А без них сейчас ничего не получается. Счетчиков здесь очень-очень много. Есть и дорогущие. Я не понимаю, для чего, но вот домик-то я прикупил, и вот 14-400 это тоже, кстати, не сильно дорого. Было, естественно, приобретено здесь, потому что другого варианта я и не вижу, но тоже непонятно, для чего мне в доме там трехвазный ток. Тем более, знаете, что мне бы хотелось, чтобы человек просто сам приехал и посмотрел. Они не хотят. Они хотят посмотреть. И вот эти счетчики, у них есть замечательная функция такая. Они снимают все это дело, используя сотовую связь. Ну да ладно, это не про это. Вот про другие счетчики так же ставите, никаких проблем нет. Другие вещи, понимаете, о чем идет речь. Есть медные лужоны, есть алюминиевые, есть медные наконечники. Все здесь есть, пожалуйста, никаких проблем нет. И кроме всего примочки остальные. Теперь мы говорим. А доверника здесь есть. Спросите, пожалуйста. Вы же понимаете, я же человек, который занимается рекламой. Да, пожалуйста, проходите здесь. Вот он движняк идет, представляете? Движняк-то идет. Да, нормально. Примочки и приспособы различные для любого уровня здесь также присутствуют. К слову, здесь есть еще и если вы сильно-сильно захотите, а вы же наверняка захотите, да, убрать телевизионный кабель. Телевизионный кабель такой же здесь есть. Кроме всего здесь есть еще и делители телевизионного сигнала. Так что, по сути, если к вам что-то пришло, вы уже внутри аккуратненько, перед тем, как все это сделать, аккуратно разведите все дома. И у вас все получается красиво. К слову о том, здесь еще и большое количество изоленты есть. Что очень необходимо в вашем ремонте. Ну, я же понимаю правила, а они таковы. В данном случае зачем б он? Да он не нужен. Вокзальное в аренде. Ну, там как бы аренда-то не сильно большая, и ценники тоже недорогие. И народ идет, и вы сами видели. Потому что здесь есть все для 99% пользователей. Да нету здесь диодов, кондеров и микросхем. Но это для одного процента пользователей. Но остальное все здесь есть. Ну, все, все, все. Ну, и цены как-то просто не кусаются. Мало того, если что-то не хватает, то всегда можно здесь найти на вокзальной 5 в электросиле. И на Комсомольской 17 тот же магазин. И вот тут возникает маленькая проблема. Вокзальная хороша, но не для всех. Мы же тоже люди, и не всегда наше время совпадает с вашими возможностями. И вот тогда на Комсомольскую 17 те же цены, тот же товар, только время на 2 часа ниже. Это, конечно, хорошо, когда все тепло, хорошо и сытно. Ну, дай бог, что вы за лето все это сможете сделать. Но если что-то не получается, да, то есть замечательные горелки. Это если вам надо что-то припаять. Даже если что-то совсем не получается, есть замечательные скрутки. Это тогда, когда паять уже совсем не придется. То есть, ну, допустим, на улице минус 30, а надо срочно запустить электричество. Ну, естественно, скруточки есть различные. Ну, и всякие изумительные приспособы, которые вам необходимы для проведения любого ремонта. К слову, не только о ремонте же речь-то идет. То есть, допустим, вы хотите дома посидеть спокойненько, а вдруг где-то внезапно электричество отключилось. Замечательные светодиодные аппаратки есть. Включило, и оно светит. К сожалению, это недостаточно, чтобы вы что-то смогли приготовить. Но, тем не менее, на некоторое время этого достаточно. Да, господа мои, да, господа мои, есть такая штука, она вообще никому не нужна. Это называются товарищи под названием мародеры. Мародеры. Представляете, дом свой построили, а мародеры приехали и что-то сдернули. Ай, как некрасиво. В свое время, помните, красный террор был? Их два раза красный террор был. Первоначально, это когда гражданская война была. Этих мародеров просто расстреливали, они сами вздувались. И второе. Красный террор был, когда была Вторая мировая война. Так же с мародерами поступали, на месте их кончали. К сожалению, у нас это дело, ну, немножко по-другому сейчас. Очень жалко, естественно. Ну, так вот. Ну, а чтобы ваши мародеры не прибежали и что-то не сделали, то есть есть замечательные датчики реле и фотовыключатели. Вот они за моей спиной. То бишь, чтобы вы экономили, естественно, да? Вроде бы ваш дом стоит, вроде бы он не освещен. Но как только человек пришел на расстояние 19 метров, все включается. О, клево. Кстати, если это включается, это также может включить и систему видеозаписи. И тогда ваш мародер налицо. И если что-то получится, к сожалению, не по телевидению, но в интернете, вы можете мне сообщить, что я видел этого мародера. Мы его, естественно, покажем. Ну, так вот, в принципе, все стало ясно, да? То есть, если мы говорим о небольшой комнате, в смысле, однокомнатной квартире, то количество денег, журных средств, которые потратили либо здесь, на Комсомольской 17, либо на Вокзальной 5, не такое уж и большое. То есть, будем ориентироваться и сумму от 20 до 40 тысяч рублей. И все, у вас настоящее электричество, качественное электричество, которое вы, в принципе, все сами сделали. Остальное, ну, конечно, вы должны понимать, да? Количество комнат увеличивает ваши расходы. Тут вопросов нет. Все, что можно, вы делаете. Все, что можно, вы делаете вместе с электросилой. И потом уже, когда вы все это дело сочините и обрисуете, вы в другое-то место зайдите, посмотрите, сколько там стоит, а потом всем расскажите, что в электросиле было вкуснее и интереснее. Кошмарный ветерочек, да? Камера стоит и так поддергивает. Ну, бывает, чушь. Такое наше, оно красивое южноуральское лето. Бывает оно и такое, да. Почему я сюда пришел? На улице Комсомольскую, 17. Это второе подразделение электросилы. По одной простой причине. Иногда такое случается, то, что мне нужно, я его уже там купить не могу. Зато потом я приезжаю сюда, здесь все дело и покупаю. Легко? Легко и просто.